Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 23 марта 2015 года, выпуск номер 30. Всем привет! Наши сегодняшние темы. На каких машинах ездит топ-менеджмент Apple? Новое приложение для Windows от Slack. И ответим на ваши вопросы. Да. Ну ты так и сказал, у нас же еще вообще куча всего там будет. Зря. Да, да, это тут такое-то. Маленький анонсик для тех, кто сразу выключает, когда не звучит что-нибудь интересное в этих анонсах, просит тайминги потом сделать на YouTube. Вот хотелось бы, чтобы меньше было таких людей и больше. Вот так, я же как-то забыл, что мы не сразу с места в карьер идем, а у нас еще есть наша бессменная первая тема. Да, и она звучит у нас как SmartApe. Да, SmartApe наш любимый безлимитный хостинг. И не только безлимитный, кстати, но акция у нас про безлимитный. Давай, Никита. Акция звучит знаешь как? Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании, которую мы оставим. В личном кабинете в разделе товар-услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать, в поле промокод ввести наш промокод и указать какой-нибудь период оплаты. Ты вот не боишься, что ты иногда ночью уже это проговоришь себе, встанешь, включишь компьютер, закажешь что-нибудь, введешь период оплаты какой-нибудь. Понимаешь, вот там все эти 10 человек, которые уже заплатили, это я и был. Ну это 10, это по двухнедельным давностям. А сейчас-то уже, наверное... Я думаю, тысячи. Отличный, в общем, хостинг smartape.ru. Заходите, подписывайтесь, оплачивайте и хоститесь. Да, ждите. Скоро когда-нибудь будет курс про то, как настраивать VPS-хостинг. Тоже там с партнерской ссылкой, поэтому, да. Чтобы вам легче было. Ну, уже именно про VPS-хостинг. Здесь безлимитный. Попробуйте. Можно вместо Amazon S3, как, например, мы, хранить там mp3-файлы ваших подкастов, просто оттуда раздавать. Это бесплатно. Хостинг безлимитный. Трафик у нас не такой гигантский, чтобы положить целый шарит хостинг только трафиком из iTunes. Поэтому, да, это очень хорошее решение для того, чтобы уменьшить как-то стоимость и на импортозамещение перейти. Да, то есть даже при том, что мы там уже на главной странице в iTunes-подкастах висим, все нажимают, скачивают. Все равно нам хватает смарт-тейп-хостинга. Это, я считаю, лучший показатель вообще всего в этой жизни. Да, потому что там, ну, это самый крутой трафик, который, в общем, ну да. Давай, первая тема, она суперинтересная, особенно в последних событиях про Джереми Кларксон. Ты же слышал, кстати? Да, слышал. Что, что он? Напомни нашим слушателям. Я напомню, что ведущий Top Gear, известной передачи по Discovery, она, может быть, уже не по Discovery выходила. По-моему, все-таки это... По BBC, по BBC Discovery. Discovery, по-моему, только у нас ее показывает. BBC One или BBC Two, я не разбираюсь в видах BBC, но BBC изначально ее делает. А кто уж ее там перекупает, не знаю. Ну вот, да, значит, это передача про автомобили, где одним из ведущих был Джереми Кларксон. И он достаточно известный ведущий, потому что там уже сезонов, наверное, 20, они выпустили Добра. С 88-го года эта передача выходит, и он был самым первым одним. Ну, в смысле, да. И кроме того, что он был самым первым, он еще и там самый главный чувак, считается, по всей передаче. Он там протагонист или антагонист, как это называется? Лирический герой. Да, да. Ну вот, и он, с ним приключилась история, а у нас совсем про другое. Мы почему про него вспомнили вообще? Ну, вообще, давай, ты расскажи историю. Его уволили за то, что он или поругался с продюсером, или дал в морду продюсеру, или расистски что-то ему там выкрикнул. Доподлинно неизвестно, все еще как бы слухи есть, что кого, но его отстранили от должности. Уже даже сказали, кем его заменят, но есть шанс, что шоу просто развалится. Я уж не знаю, насколько там они решат, но вот да. Ну, это опять же потому, что он там один из главных чуваков, как бы на нем шоу все строилось, завязано было, поэтому оно, скорее всего, да, оно канет в лету. У нас про автомобили, на которых ездит топ-менеджмент Apple. Ну, я думаю, Джейми Кларксон, он тоже поддерживал сильно английские автомобили, как некоторые ребята из топ-менеджеров Apple, о которых мы сейчас поговорим. Он поддерживать поддерживал. Я вот те немногие малые серии смотрел. Ну да, они любили английский автопром. Но сам-то он там такой, он суперкары любил, а американцы... О, американцы, что-то я уже все... Англичане, они же не делают суперкары. Ну, такие, которые, как Феррари, Ламборджини и так далее. То есть, может быть, они вкладывают в них бабки, но это все в Италии где-то там делается, и да. Да-да-да, всякие Бугатти. Это все итальянцы, да, по-моему? Ну, мы с тобой хреновые специалисты, но будем думать, что итальянцы. Звучит итальянский. Ну, давай. Мы хотя бы... У нас хотя бы люди будут примерно понимать, во-первых, кто топ-менеджер Apple. Да, во-вторых, то, что мы не разбираемся в автомобилях, в дорогих. Как, собственно, и наши слушатели. Дорогие. Скорее всего, да. Ну, в общем, здесь пишут о том, что вот Apple, и тут куча машин, там, всякие Porsche. Это чуть ли не Camry новая. Не знаю, что она здесь вообще делает. Или не Camry. Просто как реклама. Нет, нет, Toyota Camry, действительно. Bentley, Молсейн, Молсанне, Астон Мартин, Венквич, Porsche, Boxster. Ну, в общем, да. Топ-менеджмент Apple почему-то начинается с сэра Джонатан Айва. То есть он же не менеджер, он там главный дизайнер. Уже не только ПО. Точнее, не только железо, но и ПО в том числе. Я не знаю, его, мне кажется, все-таки самая значимая фигура, это Тим Кук. В смысле, который именно ассоциирует с Apple. Потому что он CEO. То есть, executive там кто-нибудь. Chief Executive Officer. Они начали, наверное, с сэра Джонатана Айва, как самопонимающего в автомобилях. Но он же типа дизайнер. Ну да. Типа это ключевое слово здесь, да? Он, в общем, поддерживает британского производителя. И вот у него всякие Астон Мартин и Бентли и Land Rover. То есть, ну, это дорогие автомобили. Ну, Land Rover не самые дорогие, но Астон Мартин и Бентли это прям такой топ. Насколько ты вот веришь, что он сам за рулем ездит? Я абсолютно уверен. Он же не президент, чтобы его возили. А что такого? Ты думаешь, у него не хватит денег на... А смысл? Понимаешь, как раз водитель это промежуточная, по-моему, ступень. Между чем? Рулем и сидением? Между тем, что ты сам ездишь на каком-нибудь на Камре. И между тем, когда ты ездишь уже на Астон Мартине. Понимаешь? Водитель, он нужен для того, когда у тебя куча дел. Тебя надо подождать когда-то там. Что-то как-то. Тебе некогда, да? Ну. А ему-то кого ждать? Кого некогда? Ты думаешь, он, мне кажется, тоже 25 на 8 пашет? Так вот, в том-то и дело. И он в одном месте пашет. Он же не ездит. Ему не нужно по пробкам там ездить между зданием Думы и зданием Законодательного собрания. То есть, которые там рядом за углом. Ну, хотя, наверное, Айв-то меньше ездит, чем Тим Кук. Тим Кук-то да. А он-то ездит. И мы еще посмотрим, на чем он ездит. Ну. Астон Мартин Ди Би Найн. Я не знаю, здесь он есть или нет. Это, чтобы вы понимали, это как у Джеймса Бонда машина. Вот он. Вот этот вот. Астон Мартин Ди Би Найн. Причем, как у Джеймса Бонда, естественно, у Дэниела Крейга, а не как у там. Ну, у Дэниела Крейга и старый Астон Мартин был. Был, да. Ди Би. Тоже, кстати, какой-то Ди Би. Я когда 100 тысяч миллионов лет назад писал пост про этот фильм, тоже какой-то Ди Би. Ну, я и говорю, что. В общем, я имею в виду, в Скайфоле он супер старую еще отрыл. Ну да, там возрождение к корням. Тут 400 лошадей, там 12-цилиндровый двигатель. Прямо все внутри, в дереве, в коже, в натуральных материалах. В общем, он такой богатый. Ты думаешь, он отсюда Apple часами вдохновлялся? Вот этим стентиком, про который мы говорили, деревянный стентик Apple часов. Он себе смотрел на панельку? Скорее всего, я думал, блин, а вот хочу в магазин к нам такой же. Надо как-то так слезать, чтобы потом иск не подали. Поэтому он чуть другое дерево, конечно, взял. Не такое, как вот тут с узорами. Но, тем не менее. Ну вот, потом, что там? Aston Martin Vanquish. Тоже 12-цилиндровый, но уже двухдверный автомобиль. Хотя тот, наверное, тоже двухдверный. Да-да, тут тоже двухдверный купе. Короче говоря, он ездит на Aston Martin. И потом начал переходить уже на Bentley. Я так думаю, они еще богаче, чем Aston Martin. Пишите в комментариях вообще. На какой вы ездите Aston Martin? Да, или на какой Bentley. В чем мы не правы, тоже пишите. Потому что мы тут такие. Не беремся. Не можем забожиться, что мы все правильно говорим. Ну, хотя вот Bentley 8-цилиндровый. Но лошадей больше. Я думал, это как-то такие вещи, которые коррелируют. Но, видимо, не очень. Короче говоря, он ездит на Bentley. Фоллоуин. Причем, да, он две купил. Здесь, я не помню, тут это сказано или нет. Но вот тех Bentley, которые у него, их выпустили там меньше тысячи. И вот у него две. О, емае. Из этой серии. То есть он такой. Ну, Land Rover LR3. Ну, это он на дачу ездит картошку сажать. Да, это вот этот квадрат. Смешно. Видимо, реально рассаду вот там возит. Тут бабушка у него на заднем сидит, а здесь рассада. Она уже в полчасах сидит причем. Скорее всего. Причем в Edition. В золоте копать потом будут эти. Грятки. Да. Уже не знать, как называются эти. Вот эти, которые деревяшками разделены. И на которых потом натягивают эту пленку. Вот DB5, видишь, был у Шона Коннери. В Goldfinger. Ну, это старый. Так вот, а у него DB4 есть, который до того еще был. То есть у него винтажные автомобили тоже есть. Я, кстати, не знаю. Это вот просто для англичан это считается просто как их автопром. Или они уже это сильно ассоциируют с Джеймса Бондом. Как бы это же их культура, грубо говоря. И Джеймс Бонд, я думаю, это тоже уже их культура. Это прям настолько их культура, что просто охренеть. Возможно, Mi 6 уже работает не как они работают, а как в Джеймс Бонду показывают. Потому что они просто из кино берут. Чего париться-то? Там же уже показано, как мы работаем. Ну, Mi 6 это, в общем, один как-то продукт-плейсмент. Там именно продавать эти, короче, Эстон Мартина. Ну, да, причем, насколько я помню, есть какая-то тема, что вот в фильме это Mi 6, а в реальности разведка Mi 5 называется. А-а-а. Но это я тоже вот, я настолько не разбираюсь вообще, видимо, во всем, кроме... Ни в чем? Да, что я не могу поддержать на эту тему разговор. Тим Кук. Такой маленький, да, параграф про него. Расскажи, Никита, на чем он ездит? Он ездит, очень странно как-то оказалось, что всего лишь на BMW 5 серии. То есть на обычном седании, как тут написано. А тут написано, что он ездит именно на белом? Не знаю. Ну, вот не факт, что на белом, но, как мы знаем, у него часы с белым ремешком. Да. Поэтому, возможно, он во всем белом такой весь белый ездит и вообще... Ну, вот здесь BMW это белый показан. Именно вот BMW 5 серии, вот он. Ну, да я верю в том, что он на белом ездит, это же прям его цвет. Ну, да. И здесь еще написано, что ходят слухи, что у него есть Porsche Boxster. Но так никто и не видел его рядом с ним. Porsche Boxster это вот эта черная штучка, вот эта черная малышка. Да, на самом деле, эти ласточки, они не стоят нифига по сравнению с несколькими Эстон Мартинами. Вот два Эстон Мартина, они перекрывают, мне кажется, гараж целых BMW 5 серии. Согласен, да, наверное. Поэтому Тим Кук, он либо экономит... Либо у него в золоте все внутри. Или он какой-то непритязательный. Но я не верю, что он непритязательный чувак. Если он уже камин-аут. Ну... Ну вот туда. И тем не менее. Может, он просто семьянин? Блин, какой нахрен семьянин? Я что-то уже сам сказал, сам поржал. Это бред. Да. Эдди Кью и Фил Шиллер. Почему-то их спарили здесь. Кстати, ну давай скажем, за что каждый отвечает. Эдди Кью, он... Ты меня, да, будешь спрашивать? Нет. Ну тут дистрибьюция софтвера. А Фил Шиллер это Worldwide Marketing. Ага, то есть один маркетолог? Да. А один тоже дистрибьюция ПО. То есть это тоже ограничит с маркетологией. Понял. Видимо, еще что-то там. С какой-то другой стороны. Угу. Эдди Кью на какой-то из презентаций... На какой-то из презентаций что-то представлял. Отличный этот анонс. Но, по-моему, когда Есемити или Маверикс был, вот Крейг Федериги представлял саму операционную систему, а он говорил практически да. Что там, где, как. Ну, в общем, он тоже один из важных там чуваков. Эдди Кью, он выглядит, как в Незнайке на Луне, которые вот были такие луны, такие страшные в мультике. Вот он так же выглядит, как жаба. Да, согласен. Он не очень привлекательный. Ну, вот их здесь спарили не случайно, потому что они спорткарами увлекаются. Или суперкарами, как это называется? Ну, спорткарами, наверное. Здесь спорткарс написано. Угу. То есть вот Макларен и Фадьин, вот такие вот классические, которые мы еще с детства все знаем. Модельки у всех были. Я собирал вкладыши. С турбо. Да, с жвачки. Астон Мартин DB4 GT. То есть, видишь, именно Гранд Туризма, спортивные версии. Парше 550А. Феррарис П4. Ну, про Эдди Кью-то понятно все. Он входит в совет директоров Феррари. Так. Поэтому ему сам Бог велел полный гараж себе забить красными автомобилями. Угу. Ягуар D-Type, видимо, тоже спортивно. Lamborghini Miura. Ну, короче говоря... Ну, вот это, кстати, все Фил Шиллер. Про Эдди Кью-то просто сказано, что Феррари и Феррари. Его сильно много нигде не видели. А вот все, что мы перечисляли, начиная с Макларена, это про Фил Шиллера. Знаешь, мне что все не нравится в этом, во всем? Даже включая Тима Кука. Мне не нравится, что... Я вот так себе представлял, что они уже там в белых офисах таких, чистеньких. Там уже просто микробы не проходят. И они уже ездят без топлива, без всего. Каждый человек, они уже там все, именно верхушка Apple, они уже просто там за природой, задают деньги в природу. Там они не на каких это... А тут они на каких-то маслкарах уже ездят практически. Ну, вот такая верхушка-то, наоборот. Не такая, как... Гнилая. Да, да, наоборот совсем. То есть я уверен, что какие-нибудь программеры жесткие в Apple, они, скорее всего, уже ездят давно на гибридных тачках. Ну и не только в Apple, я думаю. Да, да. Просто это такое хипстерское, программистское какое-нибудь... Если бы был гибридный мини-купер, я думаю, все бы его уже покупали. Хотя, может быть, где-то и есть, у нас нет. Вот, поэтому да. А тут как-то они на Макларенах ездят. Ну... Ну давай, из этого типа чё-то должно следовать, какая будет Apple Car. А, ты думаешь? Ну вот видишь, тут типа, чё это вот значит для Apple Car? Я думаю, это значит то, что Тим Кук копит деньги на Apple Car. Не покупает такие дорогие машины, а копит как раз на Apple Car. Потому что, видимо, столько он и будет стоить. Но, видишь, здесь пишут, что... Так. Лист импрессив веикол. Там чё-то про Тойоту Камри пишут. Ну нет. Джефф Вильямс ездит на Тойоте Камри. Кто такой Джефф Вильямс, понять невозможно из этого. Круто. Ну, короче говоря, здесь написано. What does this mean for the Apple Car? Угу. Верхушка ездит, как ты говоришь, на суперлегендарных там машинах, на которые до хрена там потребляют и так далее. Так. Ну, прям на произведениях искусства. Угу. Чуть-чуть эти лохи уже ездят на Камри. Но Камри всё равно денег стоит, согласись. Ну да. Для них, конечно, это, возможно, не деньги. Согласен, да. Особенно с учёным того, какой у них там кредит двухпроцентный какой-нибудь там. Можешь всю твою жизнь расплачиваться и даже не переплатишь ни хрена. Угу. Вот. Но, грубо говоря, здесь написано, что, типа, это две такие идеологии. Потребительские автомобили и суперавтомобили. И вот они думают, что Apple Car или будет что-то среднее, или будет их две. Но, мне кажется, исходя из политики Apple, машина точно не... Именно Apple Car точно не должна быть какой-то самой дорогой там или... Я думаю, что они сделают именно потребительского класса. Это же в стиле Apple. Ну, я согласен. То есть сделать девайсы, которыми будут пользоваться все... Они, конечно, будут дороже, чем Camry, допустим. Но они будут и круче, чем Camry. Хотя дороже, чем Camry, это уже круто. Нет, я думаю, они будут как Camry. То есть ты же понимаешь, что это не Ford купить себе обычный какой-нибудь раздолбайку Fusion, да? А у них Fusion не такой, как у нас универсал, у них Fusion это седан обычный. Ну да. Вот не просто, или что у них там, Chevrolet какой-нибудь. Ну, не Camry, конечно, а маленькую хренотень. То есть это все равно будет big deal. Я не знаю, там 1.8 минимум, 2.1 будет двигатель у этого Apple Car. Естественно, с переключением на электрический двигатель. Не знаю, в общем... Ну, хотелось бы, потому что мне это как-то все... Ну, в натуре, ну, маслкар уже тогда пусть выпускают и все, и гонять на таком. Я думаю, выпустят и туют уже все бабки собрать. Золотой самое главное. Да, скорее всего. Ну что, дальше к продуктам Apple или мы еще есть что сказать? Вот, кстати, здесь написано, что Cook, он как раз таки, как ты говоришь, за здоровье до хрена. Вот. Поэтому в Apple Watch'ах есть все датчики и так далее, поэтому, может быть, он ездит на BMW. Ну, там тоже вообще такое здоровье. Прямо светится здоровьем, как собака. Вот именно. Ну, давай тогда, раз мы про Apple Watch начали, давай. Давай. Отличный пост на Medium. Back Channel написал пользователь или компания какая-то. Уже это видел где-то, они что-то уже писали. Возможно, они какие-то известные тут. Ну, круто. В узких кругах. Написали 5 хороших идей для Apple Watch. Если ты помнишь, когда мы с тобой впервые это обсуждали, я сказал, что мне... Я пожалел, что... Ну, не то, что пожалел, я ожидал, что на презентации выйдет какой-нибудь чувак, типа, там, глава, я не знаю, какие компании там, ну, какой-нибудь ID Software только из мира Apple, App Store. И скажет, мы там уже супер наше инновационное приложение такое сделали. Как знаешь, на релизе нового айфона выходит чувак, рассказывает, что вышел новый Dungeon Hunter. Да, да. Асфальт. Там супер миллион шейдеров, там, досвидос, крутая графика. Мы там все оптимизировали, у вас ничего не будет тормозить, все круто. Да, да, да. Асфальт 100 какой-нибудь, там, супергонки. Я ожидал, что кто-то выйдет, что-то подобное про Apple часы расскажет, но, видимо, пока не может комьюнити похвастаться гениальными приложениями для Apple часов. Поэтому здесь вот пост на Medium, и как раз об этом. Five ideas for the Apple Watch. В общем, тут, естественно, их не, как это сказать-то, не... Не неожиданно сравнивают с Pebble Time. Это тоже такие супер смарт-часы, которые на Kickstarter дохрена денег собирают. И уже вторая версия, по-моему, сейчас собрала денег. То есть это не какая-то фирма, да? Это просто... Ну-ка, зайди, как это выглядит? Может, уже и фирма, но Kickstarter. Facebook сейчас купил их, да и всё, сейчас поймём. Awesome Smart Watch No Compromises by Pebble Technology. 19 миллионов уже собрали. Хотели собрать полмиллиона, а собрали уже 19,5 миллионов. Так, окей, то есть, значит, уже есть конкурент. Это, скорее всего, Apple-ненавистники какие-то им бабки заносят, чтобы они их взяли и уделали. Ну, достаточно много Apple-ненавистников. Согласен, да. Сколько людей? Фактически 75 тысяч бекеров. Ну, почти 76. Пало-Альто, Калифорния. Мне кажется, всё в мире уже в Пало-Альто происходит. Я так этот город часто слышу, или городок, не знаю. Ну, тут вещь тоже, там, стил, не стил, да свидос, куча вариантов, там, все виды часов. Quick Reply by Dictation. Короче говоря, все функции смарт-часов есть, все датчики есть. Музыку слушать можно, отвечать на телефоны можно. Вон, ребята, мы там работали, дохрена работали, всё у нас круто. Насколько они дохрена могли работать, если у Apple будет охрененный Store, там, какой-нибудь iWatch Store, в котором будут все приложения, а у этих ничего не будет? У них, видишь, уже есть какие-то партнёры, которые для них написали приложение. PayPal, I don't know. Я не знаю, как они дистрибьются, может быть, есть Pebble Store, мы с тобой, ну, как бы, не очень разбираемся. Но, что характерно, есть приложения под iOS и Android, чтобы, ну, с твоими телефонами уже работало. Я думаю, что у них всё будет хорошо, но это, видишь, это же не первые их часы, они одни уже точно выпускали, может быть, даже две, два вида. Поэтому они тоже уже как-то работают. Так. Ну, так вот, для Apple Watch, именно open-source на идее, первая идея – навигация по чувствам, чувствительная навигация. Тут красивые картинки, уважаемые слушатели iTunes-овские, потом посмотрите ссылки к описанию, походите по статьям, там реально крутые картинки нарисованы. То есть здесь вот это BackChannel, они даже в своём стиле, в чёрно-синем, в чёрно-голубом нарисовали вот эти картинки, типа, как это всё будет выглядеть. Здесь чувак бежит, типа, у него навигатор включен на часах, и он поворачивает, когда он подбегает к повороту, у него часы вибрировать начинают. Как вы помните, часы могут вибрировать, то есть там, ну, я не знаю, насколько сильно это, но чувствуется. Чувствуется, что тебя там покалывает что-то в руке, в запястье. Вот когда ты будешь к повороту подбегать, типа, к правильному, они будут подвибрировать, чтобы ты повернул. Если ты правильно повернул, то тебе там хорошенький сигнал, такой, типа, ту-ту-ту-ту. Это хорошенький сигнал, себе так описать, ту-ту-ту-ту. А плохой тогда как? Я не знаю, ту-ту-ту-ту-ту. Вот такой будет, если ты пробежал поворот. И то есть, ну, короче говоря, можно, несмотря прям на телефон или на часы, как-то бежать. Насчёт велосипеда, я думаю, здесь сложнее будет. А мне кажется, насчёт бега будет сложнее. Где такие дорожки отмечены на навигаторе? Ну, согласен, да. Ты должен бегать строго по каким-то беговым маршрутам. Да, да. Ну, или ты проложил перед этим маршрут сам. Ну, вот так, да. Ну, вот на машине непонятно будет, куда влево или вправо поворачивать. А если ты уже проехал? А тебе развернуться в следующий раз уже через 2 километра съест с трассы, да? Да, ты уже под мост заехал куда-нибудь. И всё. То есть, это... Ну, идея крутая. Мне почему-то прям понравилось. Ну, нет, да, это прикольно, да. Но надо ещё додумать, я думаю... Ну, додумают. Тот, кто уже решил стартап на этом сделать из наших слушателей, он, я думаю, как-то получше изучит эту область. Проблем. Да. Inside. Ну, тут куча всего написано. А подожди, вот вернись. Там какие-то картиночки, типа, куда ты рукой показываешь, туда он вибрирует, не вибрирует. Да, да. То есть, ты хочешь такой налево, и туда рукой показываешь, он говорит, да, можно. А направо нет, нельзя. Да, да. Это такая концепция у них тоже здесь есть. Я тебе больше скажу, что здесь ещё есть концепция внутренних карт. Ходишь ты по музею, и ты продумал для себя маршрут музея. Сначала я посмотрю вот эту картину, потом вот эту скульптуру, потом вот зайду в туалет. И тебе часы будут напоминать. Ты показываешь рукой на туалет, тебе они вибрируют. У тебя ещё внизу там вибрирует чуть-чуть, потому что тебе тоже надо. Но ещё вот как на руке часы тоже показывают, что да. То есть, здесь вот они, видишь, внутри пишут, что или в офисе ходить, или в какой-нибудь на мьюзик-ивенте. Ну вот. Круто. На самом деле, да. Это просто надо брать и реализовывать. Это я робот, скоро будет вообще превратимся. Давай, расскажи, Никита, про следующий. Don't forget that. А мне кажется, что этот пункт, он и так давно уже должен быть реализован. Ну, по крайней мере, вот когда они выйдут, уже должны сделать такие приложения. Но всё-таки предлагают сделать некий такой лист, task list или как он называется. To-do list. To-do list, да. Который тебе в день просто говорит, что нужно сделать, куда пойти, что купить. Возможно, даже тут что-то поделиться, нам говорят, можно будет. То есть, реально удобнее на часах, чем доставать телефон в магазине, вот это всё разворачивать. Реально на часах посмотреть, что тебе нужно купить, отметить это там, то, что купил, то, что не купил. Здесь ещё тема в том, что расшарить можно очень быстро другому чуваку на часы. То есть, ты имеешь в виду, муж и жене расшаривает там. Да, да, так точно. Он вышел уже, и он не дописал, типа, на бумажке, ну, как бы, remember the milk, да, при вложении. Да, да, да. Вот. А тут он, она ему отправила, типа, точнее, не отправила, дала бумажку, на которой уже три позиции. Всё, он четвёртый уже не купит, нужно будет дозвонить, ещё купи вот это. И если он не в магазине, он же забудет это купить. Ну, короче, да. А тут она ему, хоп, на часах апдейт произвела, и у него на часах дописалось, что ещё мультивитамины купить надо. От памяти, с хорошей памятью, чтобы было. Да, здесь ещё, вот, нам с тобой показано, в каких магазинах что купить надо. Когда подходишь к Whole Foods, у тебя загорается, что надо купить apples и orange juice. Подходишь к Safeway, тебе сказано, kale надо купить. Это круто. Это мне нравится. Да, CVS, не знаю, что за сеть, но там мультивитамины. Видимо, аптека какая-то, Farmer's. Так, окей. Ну, это, это уже, вот это уже лучше. Это прям... Причём, смотри-ка, ей ещё пушит, типа, чувак, около Whole Foods, надо ли ещё что-то докупить? И она ему, блин, в натуре, она видишь, у неё в руках пакет с молоком опустевший. И она ему, хоп, и дописывает молоко. То есть, там пуш нотификации, как он подходит к магазину, ей тоже, типа, вот уже что-то ему написал, что-нибудь может ещё, он как раз подошёл к магазину. Чувак около Любовницы. Может быть такое. Купить молока. То есть, можно будет отслеживать, где чувак находится, разрешать, как бы, другому смотреть, где. Ну, он часы где-нибудь снимет, они разрядятся у него, как обычно, в метро был. Понятно, понятно, на дачном. Вундерлист, здесь уже вундерба. Хорошо. Хорошая идея, мне нравится, вторая идея классная. Даже круче, чем Jump Around. Jump Around мне не понравилось, я не понял, что они хотят этим сказать. Ну, то есть, я понял, что они хотят этим сказать. Ну, ну, давай я скажу, вот, ты, допустим, идёшь спокойненько такой, по улице, гуляешь, и тебе лёгенькую музыку включают в наушничках, сами часы. Говорят, что ты, давай, ты гуляешь, ты гуляешь под нормальную музыку. Как только ты начинаешь бежать, тебе сразу включают какую-нибудь жёсткую, как Рамштайн, я не знаю. Когда ты качаешься. Интересно, он же будет понимать, что я напрягаю сердце, там, естественно, желудочек. Тут слева и написано, что не то, что как ты побежал, то есть, это не то, что акселерометр, а именно, когда у тебя показатели сердца начинают расти. Вот. А он сразу включает мне какую-нибудь музыку ритмичную, под которую я могу или бежать, там, или заниматься спортом, и так далее. Или дальше он говорит, что вот мы начинаем останавливаться, останавливать. Включают уже такую лёгенькую, прохладную музычку. Ну, ну нормальная идея, чё? Не, согласен, согласен, нормальная идея, я вот сейчас так просто дальше ещё хуже буду. Ага, ещё хуже. Save a life. In an emergency, you need your hands free. Так, значит, случился несчастный случай, вам кажется, что у кого-то остановилось сердце, позовите на помощь. Хоп, часами, а, нет, здесь не часами, сначала рукой проверил, есть ли у чувака пульс или нет. Часами проверил. Если, не уверен, взял свои часы, надел чуваку на руки, так, нажал, хоп, ему померил пульс, ноу пульс написало. Хоп, и там сразу тебе показалось, а вообще это типа, это взрослый там, ребёнок, или кто там это всё? Ты жмёшь взрослый, нет, тогда он при смерти, ребёнок нормально, более или менее. Ну, так вот, видишь, здесь этот, искусственное дыхание, массаж сердца, да, как это называется, тебе часы подвибрируют, как ритмично надо давить на него. И вот вдруг ты не умеешь это делать. Мы же все умеем, вообще-то. Офигеть. А тут ты не умеешь, и те часы подвибрируют, с какой ритмичностью давить, может быть, и человеку спасёшь жизнь от этого. Ну, это вот не в целях рекламы, но мы недавно смотрели у Гоблина опера Пучкова ролик про сумку, в которой, что должно быть практически при войне, в случае войны, и вот такие часы, мне кажется, было бы круто тоже, ну, восстанавливать. Ты как только доложишь такие часы в сумку, на неё уже не соберут ни одни благотворительной организации уже денег, потому что они оседать будут уже у тех, кто собирает эти деньги, мне кажется, сразу же. Или тебя американцы сразу вычислят по этим часам. Да, тоже беда, это такой будет маячок. 70% of Americans may feel helpless to act during a cardiac emergency. Ну, короче, кстати, 70% американцев, я думаю, 100% русских тоже будут не понимать, что делать вообще, когда перед тобой чувак уже склеивается. Вообще, да, было бы круто, если бы они вообще всё подсказывали. Убрать рвотную массу. Ну да, да, раздвинуть её руками, вставить трубку, чтобы удобнее было делать искусственное дыхание. Трубку, правда, тоже надо с собой носить, получается. То есть, всё-таки опять к подсумку медицинскому скатились. Да. Так, какой следующий? Ну, понимаешь, вот эта идея, она сколько бы ни была практически достаточно затруднительна, хотя казалось бы, что тут затруднительного, она очень прям рекламную такую функцию носит, что там наши Apple часы спасут вам жизнь. Я думаю, Apple это приготовит для каких-нибудь Apple Watch второго поколения. Туда тоже приложение Health встроят, как на iPhone, которое будет круто, и там уже будут вот эти функции. А представляешь, если эти часы реально помогут кому-то выжить? Это же вообще бомба будет реклама. Это сразу под такую тихонькую музыку, спокойную, фортепианную, будут рассказывать на белом фоне. Я там своими часами спас уже десятерых человек. Ну вот, да-да-да. Я сначала сам вводил их в состояние при смерти и потом их спасал. Я сначала заезжал всю ночь. Да-да. Потом они мне разрядились, самый ответственный момент, я недоспас там кого-нибудь там. Fuck you, Apple сразу после этого. Find someone. Но здесь как раз вот видишь, если вы на слепом свидании, то у человека тоже будут часы. Вы как бы на слепом свидании, у вас, вы знаете уже айдишники часов друг друга, но фотографии вы не знаете, поэтому вам часы помогут друг друга найти. Нет, смотри, смотри. Вот допустим, два супер бизнесмена, у них есть только телефоны друг друга, они там завязались, надо как-то встретиться что-то где-то там у глобуса, у шара, я буду в шляпе, ты будешь с газетой. Вот, а тут не надо этого, просто один чувак идет, натыкается на чувака, у которого тоже вибрирует, так скажем. Всего, садятся друг к другу и начинают обсуждать. Да, ну да, здесь написано еще просто, вы там на концерте, в парке, потерялись с членом семьи, там сынишку надо найти, глупенького, у которого Apple Watch с белым ремешком. Его уже выкрали ради Apple Watch, скорее всего. Скорее всего, да, ну, ну да, да, это прикольно, то есть, все, тут видишь, и тут прям последняя картинка, вот они встретились, сердечко, все, все только из Apple Watch. Понимаешь, даже если чуваки на медиуме могут написать такие трогательные посты, то че сделает Apple с рекламой Apple Watch? Это же просто, мы будем плакать, рыдать на них. Так не только Apple, че еще реально, какие приложения для них напишут? Если, ну, хотя Back Channel, может быть, это суперкомпания вообще, которая там держит всю разработку ПО, и они уже на самом деле все эти приложения написали, только поэтому поделились идеями, потому что уже они в безопасности, будем говорить. Ну, может быть, да. Ладно, надо как-то от Apple отходить, а то у нас уже такой Apple подкаст получается, может 30 минут только про Apple говорим. Охренеть. Ну, тогда от Apple сразу к Microsoft. Давай. Ныряем. Приложение, точнее, че приложение? Вообще, есть такой сервис Slack, о котором мы говорили, это чатик некий, даже не знаю, как сказать, это чат для организации, наверное, в основном. Для команд, да. Да, да, то есть такой комьюнити-чат, в котором можно создавать отдельные теги, по которым будут каналы создаваться, то есть как в Мирке, как в Старом, мы уже рассказывали про это, про все. Вот, значит, Slack, он же, я не знаю, можно его сравнивать с хипчат или нет, но вдруг... Я думаю, прям с ним только и можно сравнивать. То есть, вдруг кто знает хипчат, то же самое, что хипчат, только более хипстерский, мне кажется, хотя хипчат должен быть более хипстерский. Оказалось бы, куда уже, да. Да. Вот Slack, наконец-то обзавелись Windows-приложением, то есть у них до этого было все очень страшно, я сидел на вкладочке, одну и ту же вкладочку не закрывал, ни днем, ни ночью, и сидел на ней в чате. Вот. А на Mac'е было, поэтому, допустим, Саня сидел у себя на Mac'е нормально, то есть через приложение. Ну, несмотря на то, что приложение, это просто тоже в раппер, именно в раппер, в раппер, вокруг браузера, то есть просто какие-то контролы добавили, а по сути-то там все равно хромиум крутится внутри, и да. Но это помогает для переключения команд, то есть здесь вот их главный пиар Windows-приложения, что теперь удобно между командами переключаться будет. и уведомления теперь появляются кастомные, вот такие красивенькие, в зависимости от того, какая у вас там картиночка у вашей организации, здесь вот это все. Да, кроме того, что это просто удобный чат, тут еще и столько фишек всяких наворачивают, мне нравится, что, во-первых, тут есть выделение, хотя... Выделение. Именно что выделение, то есть всякие там подчеркивания. Всякие там выделения, я не могу. Да, то есть кроме того, что просто жирный курсив и так далее, а еще и там... Ну, Markdown разметка, то есть ты хочешь сказать, ее не было в браузере у тебя? Я хочу сказать, что... Ее на телефоне нет. То в скайпе ее нет. А, ну ты уже просто про слэк говоришь. Да. Это круто. Да, это круто. Но сейчас, во-первых, появилось это на телефонах, они обновили на iOS приложушку. Вот, обновили. Ну и, соответственно, вот на винду выпустили. В браузере это было. Ну, в браузере, видишь, они прям сильно гонят на то, что были уведомления говно. И теперь не надо по вкладкам каждую организацию себя открывать. Тут удобно переключаться. Это вообще супер. И что-то еще они прям... Еще мы ржали с тобой, во-первых, то, что мы добавляли свои эмодзи. Можно добавлять. Ну, это и до этого было. А, это было, да? Да, это было. Да я просто случайно наткнулся, когда картиночку поставил. Короче, куча возможностей. Хотя... В треи убирается. Ну, вообще, конечно, серьезные ребята, вот, например, из сетствующего подкаста Radio IT, говорят, что если это уже позиционируется как чат для суперорганизаций программистов, то сделайте суперкастомно, чтобы я там мог сразу Linux запускать и Docker разворачивать прямо из чата. Так еще подсветку синтаксиса. Ее здесь по-прежнему нет. Здесь только как бы... Ну, как минимум, да, подсветку синтаксиса. То есть пока это все такой чатик, чтобы пообщаться, там, что-то кинуть. Нет, это для команд, но не для таких... Не для практической такой прям работы, как, ну, там, тикеты на GitHub писать, там, заполнять сниппеты кидать. А все-таки именно для организационных каких-то моментов, чтобы менеджеры с программистами общались и сами программисты уже внутри там будут как-то по-другому. Ну, хотя можно. Понимаешь, это все придирки. Согласен. На самом деле вполне себе крутой инструмент. Ну да, давай дальше к следующему инструменту, чтобы не задерживаться. Следующий инструмент у нас WordPress. О, окей. Безменный любимый инструмент и про него не очень много сегодня. Буквально про один плагин расскажем. Представляешь, сколько сейчас вздохнули людей? Ой, может быть, наоборот. Классно, про Apple 30 минут базарили, а про WordPress не будут ничего говорить. Я буду верить, что есть люди, которые говорят, блин, что так мало про WordPress. Напишите, если было мало про WordPress обязательно и ставьте лайки. Да, напишите вообще, что много, что мало. How to add a featured image column to the past listing page in the WordPress backhand. Короче говоря, по сортировку по постам добавляют колоночку featured image. Ага, круто, прикольно. прям, чтобы было удобно понимать вообще в каких постах уже есть featured image, где какой, чтобы там вдруг что-то поменять хочется и так далее. Но это плагин, постлист featured image плагин. Но эту штуку возможно когда-то и прямо WordPress встроят. Не знаю, может быть. Хотя это скоро так уже наворотит, что здесь будет просто джумла. Ну, давай не будем так обзываться, ругаться. Ты же в планах, у тебя же в правах не ставить это все. Ну да, да. То есть это только тем, кому надо. Я вот, например, не собираюсь это себе ставить. А что, ты не будешь смотреть какой-то там featured image? Да, говно, я и так помню какой у меня где featured image. Да и просто, ну мне проще зайти, не знаю, я прям, я и так-то почти все вот эти сортировки убираю, потому что я на ноутбуке же сижу, там 1280, да, по ширине? Угу. не знаю. Но, я и так убираю всяких авторов, категории, теги, мне это похренло, какие там комментарии, сколько там звезд, ну, я оставляю только дату и название практически, ну и статус там, паблиш, черновик и так далее, поэтому еще дополнительный featured image добавлять, не знаю, пока я как бы намотал для себя на ус, что это существует, что это есть, что это можно там что-то как-то делать, но использовать не уверен. Show all posts, а, ну здесь вот сортировка, что типа можно выключить посты вообще, у которых нет featured image, хотя, не знаю, есть варианты кастомизации, на сколько пикселей вашей featured image там будет, то есть там побольше, поменьше, 50 на 50, я не знаю, это вообще, это только аватарки какие-то, я не знаю, 50 на 50, это же только звонок другу и помощь, да, вот я пытался вспомнить помощь, да, есть про версии, что характерно, и что в ней будет, давай посмотрим, я не смотрел, а, для нескольких сайтов, что ли? ну нет, есть бесплатная, в которой все обычно, есть про версия, и тут можно прямо отсюда, из вот этой сортировки, из, как тебе сказать, типа сделать быстрое редактирование, quick edit, это называется, и там удалить, не заходя в админочку конкретном, что удалить featured image, и добавить другой, ну, ну да, я не знаю, они наверняка это сделали сразу, и просто решили денег заработать дополнительных на том, чтобы как-то что-то, да, 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 ну, такой чисто развлекательный, очень много сейчас плагинов, которые именно визуально повышают, как бы, не знаю, даже конверсию, не конверсию, удобство пользования WordPress, очень много таких сейчас, и даже то, что вот мы обсуждали с тобой, что директория плагинов, директория тем, превратилась как, как, точнее, на самом сайте стало как в CMS, оно стало такое визуальное все и более понятное, просто, ну, user experience начали как-то там у них подкачивать, видимо, все самые критические баги поправили, наконец-то начали доводкой заниматься спустя 100 тысяч лет, поэтому, да, так, ну, мы в конце хотели на пару вопросов ответить, давай, тут вот нам на YouTube Targus Lora Shfuco, так, что бы то ни было, спрашивает, или пишет, парни, запилить урок по добавлению и загрузке изображений на стройках своей темы, на самом деле, это, это хороший вопрос, это целое дело добавлять такую штуку, то есть, на самом деле, уважаемый Targus Lora Shfuco, да, значительно проще будет использовать кастомайзер, то есть, с помощью кастомайзера делать загрузку изображений, потом где угодно его выкидывать, то есть, возможно, будет ролик по тому, как работать с кастомайзером, не знаю, хотя это, это очень большая тема, там много всего надо осветить, если будет какой-нибудь такой емкий кейс, в рамках которого я смогу очень быстро это все сказать, сделаю, но, что касается в настройках своей темы, то погугли по поводу того, что есть такая кнопка, прям upload, да, там нужно JavaScript скрипт добавить, который будет вызывать нативный поп-ап WordPress Media Uploader, и закидывать это в базу по тому ID-шнику, ну, в таблицу WP Options, естественно, по тому ключу, которому хочешь, и потом это выводить, использовать там, get option'ом и так далее, короче говоря, это можно сделать, но это сложно. Знаешь, что, вот если бы, допустим, мы хотели много просмотров за каждый видос, мы бы вообще не снимали про WordPress. Знаешь, почему? Потому что, если ты сейчас снимешь урок про WordPress, как добавлять в админку uploader, то его посмотрит 500 человек. Ну, я согласен, что просматриваться это меньше даже, чем обычный фронт-энд видос. даже недавно что-то было, про WordPress, такое прям вообще мясо, такое какое-то классное, и оно по сравнению с SVG в три раза меньше, наверное. Да, может быть, даже в четыре. Ну, это проблема, да, нам нужно формировать комьюнити, возможно, это проблема конкретно нашего канала. Так у нас подобрался лют, точнее, уважаемые подписчики, что их WordPress меньше интересует, чем нам бы хотелось. Но... Ну, давай, дальше, что еще? Ну, и второй вопрос я тут хотел ответить. На все остальные мы отвечаем, в принципе, почти сразу в комментариях. Привет, прошу прощения за вопрос не по теме, но... Прощаем. Подскажи, пожалуйста, каким редактором пользуешься? Редактор Кода 2. Есть обзор у нас на канале, отличная штука. Так. Еще увидишь, что у тебя док разбит на группы, как это сделать? Заранее благодарю. Валерий Мельников спрашивает нас. Уважаемый Валерий. И еще тысяча человек. еще тысяча человек, которые спрашивают это в личку на ВК, в комментариях на ВК, в комментариях на Ютьюбе. На Ask.fm, на Foursquare. Ну, вообще, да, я везде уже отвечал на этот вопрос, но отвечу еще раз. Есть такая статья, которая гуглится легко. ADD Spacer стоим MaxDoc. Прямо вот я так гуглю каждый раз, потому что я тоже на память не помню, как это делать, когда мне нужен еще один спейсер, я это гуглю. Здесь сказана команда, которую нужно написать в терминал. Я открываю свой терминал, пишу туда эту команду и перезапускаю и перезапускаю и перезапускаю док. Kill all док. Угу. Он перезагрузился. Сейчас он у меня появится снизу какое-то время. Вот, появился. Оп. Видите, здесь пустой спейсер появился, пустое место. Угу. Можете его перетаскивать, как любое приложение, вот так вот разделять там, как хотите, и потом его просто удалять и все. Оно как-то выглядит, как будто, знаешь, не хотели так делать. Ну, в смысле, что ты пишешь какую-то команду жесткую. Ну, вот ты сам посмотри. А, ну, хотя она так... Tile type, spacer tile. То есть, ну, есть такой тип tile, как же tile-то по-русски? Плашечка. Ага. Есть такой тип плашечки, которая вот прям плашечка-дырка, спейсер. Ну, да, тогда да. Поэтому, это нормальная абсолютно практика, просто не сделали гуя графического интерфейса для того, чтобы так делать. Но это легко. На лайфхакере, кстати, это идея. Кстати, еще лайфхакерам, которые нас смотрят. Вот, допустим, если вы хотите еще более продуктивными, быть ребятами, вот как у Сани можно скрыть док и вообще не смотреть, что там происходит. Да, кстати, это помогает. Я абсолютно... Я недавно это скрыл. Неделю назад, полторы-две. И вообще не отвлекает. Вы не видите, какие твиты вам пришли. Вы не видите, что там кто-то где-то что-то написал. То есть, сейчас в данный момент у меня даже уведомление вас здесь отключено из центра уведомлений, чтобы прям вообще ничего никогда не мешало работать. Можно было смотреть на дорогу. Да, да. Ну, или на редактор кода там на втором экране тоже что-нибудь запустить. Ну, в общем, суть в том, что... И не работать, естественно. Ну, да, да. Поэтому вот так у нас сегодня получилось. Сколько по времени? По времени 44 минуты меньше, чем обычно, но темы закончились. Угу. И поэтому мы не будем больше вас задерживать сегодня. Когда есть, тогда есть. Вы же сами знаете, что мы скажем больше. Поэтому, да, подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Твиттере, на Вконтакте, в Фейсбуке. Подписывайтесь обязательно на Ютюбе, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И обязательно подписывайтесь в iTunes, если вы хотите слушать нас on the go, на ходу, и чтобы вам Apple Watch нас включал, когда вы спокойно идёте, и когда бежите, и вообще он всё будет определять, и нас вам всегда включает, потому что у нас здесь и динамичные, и спокойные, и вообще суперские. Ставьте нам рейтинги в подкастах, тоже в iTunes. Спасибо большое. Всем удачного дня. Пока. Пока. Пока.